Девушки отдыхают В результате сотрудник авиакомпании получил сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей По приземлению в городе Новосибирске он был доставлен в областную клиническую больницу Позже выяснилось, что хулиганом оказался бывший топ-менеджер одного из российских стратегических предприятий Это Андрей Третьяков, 1968 года рождения До недавнего времени он являлся заместителем генерального директора УАО «Росгеология» А до этого был вице-губернатором Петра Ивановича Сумина И являлся представителем от Челябинской области в Москве Житель Нези Петровска сам себя взорвал 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством Смастерил бомбу и привел ее в действие Полицию вызвали очевидцы, когда услышали громкий хлопок в одном из дворов Прибывшие оперативники обнаружили самоубийцу живым С травмами кистей рук и брюшной полости его увезли в больницу, где позже он скончался Тем временем самодельную взрывчатку изъяли и уничтожили По одной из версий, безумец был одинок, постоянно пил и, видимо, устал от такой жизни Полицейские задержали предполагаемых похитителей бизнесмена Четверо подозреваемых еще в сентябре избили и увезли Андрея Петрова в неизвестном направлении Позже тело коммерсанта обнаружили в лесном массиве По предварительной версии, мужчина скончался от удара большим тупым предметом У него были связаны руки и проломлен череп Родственники погибшего Андрея Петрова уверены, убийство мужчины заказали недоброжелатели Он выбежал из подъезда, а тут его уже по всей вероятности ждали Тут наскочили на него, сразу очень сильный удар, потому что здесь была кругом кровь Сейчас задержанных проверяют на причастность к преступлению Сыщики устанавливают возможных соучастников подозреваемых Следователи разбираются в жуткой гибели работника предприятия Электросварщик получил смертельный удар арматурой По неизвестным пока причинам, железная конструкция внезапно упала на голову 29-летнего мужчины В тот момент, когда он проводил сварку Все произошло в третьем часу дня На этом предприятии по производству строительных смесей Погибший работал всего два месяца По словам родного брата погибшего Владимира Реутова Мужчина незадолго до ЧП созванивался со своей девушкой А через час им сообщили о трагедии Что случилось на предприятии И была ли нарушена техника безопасности во время сварочных работ Предстоит выяснить следователям Также проверку проведет прокуратура и трудовая инспекция За свою помощь призывникам он оказался на скамье подсудимых В Калининском суде огласили приговор работнику областного военкомата Мужчина продавал военные билеты за солидную сумму Впрочем, доказать вину злоумышленника Оперативникам оказалось не так-то просто Во время задержания он попытался съесть улики Подробности в репортаже В зале суда подсудимый Овчинников ведет себя спокойно И на всех смотрит надменно Будто и не помнит своего поступка А ведь во время оперативной съемки мужчину ничего не смущало И прямо перед объективом камеры сыщиков он пытался съесть улики Этот листок, который так отчаянно хотел уничтожить Овчинников В список призывников, которые готовы были ему заплатить деньги за военный билет Так, товарищ понятые, вот то, что вам не доел Чтобы мужчина не выкинул новых сюрпризов, ему надели наручники Но когда Овчинникова стали допрашивать, он внезапно потерял память Кроме списка призывников, сыщики обнаружили при Овчинникове еще 110 тысяч рублей Оказалось, эти деньги сотруднику областного военкомата передавали через посредника Для того, чтобы получить военный билет Якобы мужчина мог отмазать призывника от армии Однако солидной суммы оказалось недостаточно для такой услуги Мужчина предлагал помощь только тем военнообязанным, кто и так был непригоден для службы по состоянию здоровья Всего осужденный обманул пятерых призывников с заболеваниями Выдал военные билеты и забрал вознаграждение Свою вину Овчинников признал и полностью раскаялся И вот Фемида вынесла вердикт Кроме того, Овчинникова освободили из-под стражи прямо в зале суда Ведь он провел в следственном изоляторе более года При заключении наказания суд учел, что преступления им совершены небольшой и средней тяжести Положительную характеристику в быту Положительную характеристику по месту содержания под стражей Где он пробыл более одного года и двух месяцев Хронические заболевания И также тот факт, что к уголовной ответственности он привлекается впервые Бывший заместитель генерального директора Челябинсгоргаза обжаловал наказание Накануне суд советского района Оштрафовал его на 60 миллионов рублей Но Сергей Охлестин считает эту сумму слишком большой Напомним, Фемида наказала Охлестина огромным штрафом за коммерческий подкуп В марте этого года он просил кругленькую сумму с представителя одной из фирм за подписание документов Он предоставил реквизиты расчетного счета для перечисления требуемой суммы В дальнейшем денежные средства через цепочку фиктивных сделок были обналичены и присвоены злоумышленникам Адвокат Охлестина настаивает, что его подзащитный должен заплатить лишь полтора миллиона рублей Ведь он находился под стражей во время следствия, а значит наказание ему должны были смягчить Теперь окончательное решение вынесет Челябинский областной суд Главврач Троицкой горбольницы возможно вскоре сядет на скамуи подсудимых Ольгу Белову подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге Расследование уголовного дела в отношении Беловой завершено Ее подозревали в причастности к исчезновению 200 тысяч казенных рублей Якобы главврач дважды заключила договоры на поставку мебели в медучреждение с местным депутатом Но заказ в больницу так и не попал, а деньги сообщники поделили между собой Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения Уголовное дело в отношении юрисконсульта аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Дмитрия Басалгина Передано в суд, по версии следствия он выступал посредником при передаче взятки Напомним, Басалгина задержали с поличным при передаче 100 тысяч рублей сотруднику прокуратуры Тракторозаводского района Эти деньги якобы предназначались за покровительство игорного бизнеса Меня задержали сотрудники ССБ За что? Ну, я не могу сказать, что меня задержали здесь Обыски прошли и на рабочем месте Басалгина, как полагают сыщики, 100 тысяч рублей Он хотел заплатить служителю закона, чтобы тот сообщал ему о грядущих проверках и не трогал ряд подпольных заведений Подозревают, он мог оказать поддержку владельцам сразу нескольких игорных залов К расследованию дела подключился следственный комитет Басалгин признался в содеянном, расследование уголовного дела продолжается Сейчас устанавливают возможных соучастников Басалгина Сам юрисконсульт на время следствия был взят под стражу Здание в Троицке завалившее подростка может снова рухнуть Прокуратура заинтересовалась опасным строением И выяснилось, что после ЧП конструкция может продолжать обрушаться А хозяин ничего не предпринимает Напомним, месяц назад под завалами рухнувшей стены заброшенного зерноочистительного пункта Оказался 16-летний подросток Спасатели полтора часа доставали мальчика, а потом передали медикам Осторожно, впереди! Голубой, голубой давай! Впереди осторожная яма, Дима! Я вижу! Океан! Сейчас надзорное ведомство хочет заставить владельца Обследовать опасное здание После чего отремонтировать или вовсе снести Руководителя уже предупреждали об опасности Но теперь прокуроры хотят привлечь безответственного хозяина к ответу В Магнитогорске суд отправил в тюрьму преступную группировку Бандитов, которые производили и торговали синтетическими наркотиками Осудили почти на полвека 48 лет тюрьмы они разделят на пятерых Известно, компоненты для незаконного зелия они заказывали через интернет А также за плату просили перевезти криминальные посылки водителей междугородних автобусов Для изготовления наркотика каждый раз арендовали новые помещения Сбывали отраву через объявления в соцсетях А также оставляли номера телефонов на заборах и фасадах домов Для конспирации они организовывали тайники А клиентам раздавали координаты только после оплаты Сыщикам удалось вычислить всех пятерых участников наркобанды и задержать Четверо мужчин получили по 11 лет колонии Их подруга проведет за решеткой 4 года Оперативники задержали наркокурьера Торговец запрещенными веществами пытался провести в кармане куртки около килограмма героина Это оперативные кадры захвата наркоторговца Мужчину поджидали на трассе сразу два наряда полиции Чтобы дилер не сбежал от сотрудников правоохранительных органов На него надели наручники и доставили в райотдел Задержанным оказался 34-летний иностранец Позже оперативники сходили домой к наркокурьеру и обнаружили еще полкилограмма смертельного зелья Опасный наркотик был тщательно замотан в целлофановые пакеты и хранился в чемодане 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов За торговлю героином иностранец может провести в российской тюрьме до 20 лет Одна забыла спросить возраст, другая документы Какие только оправдания не придумывают торговцы, которых поймали на продаже спиртного школьникам Полицейские сходили в очередной рейд по торговым точкам и пришли к неожиданным выводам В этом торговом павильоне рады любому покупателю Продавец отпустила школьнице сильный энергетик с содержанием алкоголя и даже не спросила возраст Женщина и не ожидала, что после к ней нагрянут полицейские Хотя продавец знает, и здесь даже есть вывеска о том, что осуществлять продажи табачных изделий и алкогольных продукций лицам, не достигшим 17 лет, запрещено Еще в одном магазине женщина продала несовершеннолетней покупательнице пачку сигарет Говорит, возраст спросила, а вот документы решила не проверять Я у нее спросила, есть сигареты? Я говорю, да, есть Я говорю, вам 18 есть? Она ответила, есть Я уверена была, что ей есть 18, поэтому подала пачку сигарет Впрочем, не все торговцы продуктовых магазинов оказались наивными В некоторых киосках несовершеннолетним клиентам все-таки отказали в желаемом товаре Из 8 торговых точек честные торговцы оказались в 6 Остальных придется наказать По решению суда недобросовестные продавцы будут привлечены к административной ответственности С наложением штрафа в размере до 5000 рублей При повторном нарушении торговцев и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности А еще и штраф взыскать почти в 100 тысяч рублей Анастасия Шкитина, 31 канал Каждый день происходят кражи в квартирах и домах Дельта Система Безопасности защитит вас Внимание! Акция! Монтаж сигнализации в подарок Торопитесь! Просто зайдите на delta.ru и оставьте заявку Подробности акции по телефону 222 1111 А спонсор выпуска дисконцентр техносток В магазине финальная распродажа телевидеоаппаратуры Скидки на DVD-плееры 50% Магазин выгодных покупок на братьев Кошериных 12b Это прямо напротив цирка А время чрезвычайных новостей продолжается Не переключайтесь, самое интересное Еще впереди Грузовики попали в аварию Легковушку разорвало на части прямо на дороге Суд решает судьбу цыганки, которая обманула четверых человек И на мусорке нашли страусов